девочки всем доброе утро ну что будем с вами готовить вкусняшки я сейчас хочу сделать ну во-первых посолить рыбку вы знаете как она у меня солится да я уже сто раз ее солила и так далее а потом я хочу значит как ее засолить эти вот эти вот ну сало да скажем так ой замариную засолю сделаю аджику сделаю из баклажан вкуснейший салатик в холодильнике просто битком бардак в том отношении что все нужно доставать все нужно приготовить чтобы в общем все 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 было я варила кстати морсик я морс сейчас творю очень часто потому что как его называют все-таки осень до авитаминоз и надо витаминчики морсик я варю ну два раза в неделю точно достала рыбку рыбку посолю и достала фарш не стал его замара замораживать один фарш убрала а второй фарш не буду прям замораживать сделаю на вечер чебуреки у нас будут потому что все это пока будет солиться и так далее а вечером у нас будут чебуреки и так пока я подготовила три больших пучка кинзы баклажаны достала противня мне конечно нужен был бы вот такой противень большой чтобы уложить все баклажаны но этот у меня для кукурузы а из таких остались только такие но возьму значит сейчас два противня таких и положу баклажаны пока у меня будут запекаться баклажаны я в это время засолю рыбу и засолю сало ну и подготовлю зелень уже к салату ну вот и все пока будут жариться не жарится а запекаться баклажаны вот такая у меня в общем задача быстрая девочки салат из баклажан изумительный просто он разлетается 1 на столе поэтому кто его не готовил со мной ну во первых я буду сейчас готовить и я его уже готовила он есть салат из баклажан к праздничному столу сейчас тем более будут рождественские все праздники да этот салат просто бомба но он настолько вкусный его можно готовить с кинзой можно добавлять укроп но никакую можно с сельдереем но никакой никакой петрушки ничего вообще будет невкусно должен быть вкус вот вы можете например кинзу смешать с укропом или сельдерей смешать с укропом или просто с но не с петрушкой иначе вы просто попортите вкус ну что приступим с вами ну что включили с вами плиту сейчас прям две минутки она нагреется вот так девочки я положила ничем не смазывая не противень не и баклажаны ничего все сейчас просто ставим и до готовности но я за это время успею посолить и рыбу и сало все порубила девочки к новогодним понятно что зелень в наших странах подскочит по стоимости ну как и все продукты да но тем не менее зелень тоже будет стоить дорого поэтому вы можете свободно просто купить зеленушки помыть просушить ее чуть-чуть там несколько часов порубить и убрать пакет в морозилку как это тоже делаю я у меня зелень сюда мороженое есть но сейчас я купила свежую поэтому я мороженую не достаю а мороженую когда вы прям будете не надо ничего размораживать прям сразу делайте салат и прослойку прям сразу мороженом а мороженое зеленушкой посыпаете своим но слои салатов вообще от вкус будет тот же самый что с петру петрушка что укроп мороженый в общем вся зелень хранится очень очень хорошо поэтому без проблем поэтому можете сейчас купить заранее зелень подготовить ее и пусть она лежит уже подготовленная в морозилке вам для салатов и для оливье и для чего вы там хотите какие салаты вы делаете кстати пишите пожалуйста рецепт какой-нибудь необычный салат вот если вы делаете но что-то необычное вот или что-то вот такое нестандартное пишите может быть я тоже возьму себе на заметку хотя у нас новогодние праздники какой-то на разрыв и друзья зовут да как я уже говорила в магазине нас зовут друзья в городок бигбер я его тоже показывала на видео поставлю вам если найду девочки скину ссылку и мы там были с друзьями мы туда заезжали но оттуда мы быстро-быстро уехали потому что начался снегопад а у меня на машине как и у всех да у нас у людей в неваде у нас нет шипованной резины потому что но она просто не предусмотрена в летнем штате да когда у нас круглый год хорошая погода поэтому машина естественно было без шипов ему быстро-быстро когда начался снег спускаемся мы с горы бигберда и машину но заносила и так далее я скину ссылочку девочки если найду я обязательно подкреплю эту ссылочку как мы были в калифорнии и потом заезжали вот в этот очень уютный городочек бигберр я его очень люблю и зимой там снежок это так классно вы знаете это такая вот уютность уютность прям вот знаете как будто вот городок как будто вот ты одет в теплом светорочки у нас только приятный настолько уютный настолько он великолепный у меня просто слов нет вообще его очень люблю так вот а нас друзья и туда зовут мы и может быть дома будем отмечать но как бы новогодние праздники большие поэтому можно выбрать дней и с друзьями отметить и дома отметить и м джм нас приглашает а компания в общем пока мы еще прям именно совсем вот именно где будем отмечать новый год мы не определились а пока не знаем но скорее всего мы будем в бигбере посмотрим ну что все значит я продолжаю баклажанчики мои готовится он они ой какой жар тут идет в общем а я продолжаю все я для салата подготовила сейчас чеснок почищу и уже начинок мне нужен будет много чеснока сейчас я еще добавлю почищу прям две вот таких вот это у меня уйдет на салат сейчас сейчас доставлю достану это у меня уйдет все на сало девочки чеснок чищу сама у нас продается здесь и чищеный чеснок и уже для ну совсем ленивых и которые вкус не понимают какой должен был быть бы у блюда есть уже протертый чеснок с каким-то непонятным маслом сколько он там уже стоит весь выветренный как ну короче вернее уже он не выветренный а он перегорченный слишком поэтому мне не трудно абсолютно почистить самой чеснок я не люблю покупать вот этот чеснок для ну назовем его ленивых и которые не понимают вкус в еде да или которые не умеют готовить которые покупают вот такой вот чеснок лишь бы лишь бы побыстрее а какая разница блюдо же готово ну да блюдо готово только с другим чуть вкусом с более горьким потому что там чеснок я говорю он по вкусу неприятный я пробовала покупала несколько разных видов на баночек мне ни один не понравился и я пришла к тому мнению поначалу я покупала пробовала хотела попробовать думаю но может быть вкусно будет и время и сэкономить нет время экономит да но вкус блюда совсем другой поэтому я уже давно пришла к мнению что чеснок я покупаю свежие чищу сама имеет абсолютно не трудно к новогодним праздникам я куплю чеснок и точно так же как вот я вам предложила сделать заготовку зелени я сделаю заготовку вот так вот чеснока начищу много чеснока но посмотрю сколько что чего я буду готовить прикину и я имею ввиду не именно на новый год да я просто не знаю пока где именно мы будем новый год но именно в новогодние праздники все равно же я буду дома готовить поэтому я начищу чеснок чтобы у меня был и уберу просто в обычную пленку и все просто вот в обычную пленку заверну и все он хранится абсолютно как бы но 10 дней легко просто легко поэтому я точно так же его уберу подготовлю буду готовить и уже не буду время тратить на то чтобы его почистить видите они еще плотные мне надо чтобы они прям вот так вот про мягкие были девочки 4 головки чеснока начистила но посмотрю хватит не хватит если что до чищу а если останется уж лишнее завернув пакетик в пленку игру в холодильник какая грудинка то с прослойка классно девочки ничего особенного соль перец в прослойку лавровый лист и чеснок все и прямо это обильно обильно и складываю вот сюда в стеклянную посуду девочки вот это вот сало грудинка я ее делаю в чесночной шубке видите много 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 чеснока он уже прям пол тарелочки у меня ушло только вот на раз два три четыре на пять кусочков видите она по кусочкам хорошо и я буду убирать в морозилку прям по три куска и очень удобно так вот пропорционально доставать резать уже не надо будет на только так вот кусочками вот делаю вот так обязательно лавровый листик потому что сок будет давать и чтобы был приятный вкус значит смотрите мы будем делать мы будем коптить но это можно делать еще обернуть фольгу и делать на мангале а кто будет в новогодние праздники на даче у кого мангал шашлыки и так далее то можно сделать такую грудинку в чесночной шубке аромат девочки просто на весь дом вообще я еще закрыла кинзу чтобы зелень не обветрилась потому что кинза тоже такой аромат дает теперь вы понимаете почему так много чеснока потому что вот это будет безумно вкусно девочки соль перец перца побольше тоже чеснока побольше соль должна быть не просто соленый а чуть-чуть соленого ты чуть-чуть потому что он еще сок даст и соль уйдет ну в общем вот такая вкуснятина будет и по кусочкам девочки в заворачивайте и прямо в морозилку кладете девочки ну все мое мяско готово грудиночка вот такая вот сейчас я накрою пленкой и отставлю постоять час здесь на столе а потом уберу в холодильник тем временем занимаюсь буду солить рыбку девочки кило сто у меня рыбки вот я взвесила положила на весы значит на килограмм рыбы я беру две столовые ложки соли одну столовую ложку сахара я все это дело делаю заправляю с розмарином и здесь я добавила орешки кедровые прям в масло у меня это специальное масло для именно рыбки чуть лимончика ну и конечно же коньяк будет у нас с вами пьяная рыбка обалденная кто не солил по моему рецепту с коньяком девочки рецепт есть также готовим вместе плейлист девочки все перца готова быстро их очищаю если вы чем-то заняты и например не можете сию секунду чистить перчики когда они вот но чуть-чуть подстыли такие тепленькие то просто их в полиэтиленовый пакет в обычной и потом почистите они тогда ничего с ними не будет так как я уже все успела все закончила вкусняшка то я занимаюсь перцами салатиком этот салат девочки съедается первым на столе поэтому кто его не делал я прям рекомендую его сделать но кто любит баклажаны да кто не любит баклажаны ну конечно нет но это просто изумительный салат а девочки это я поставила лук обжариваться для чебуреков сделаю чебуреки вечером замариную индейку чтобы завтра с утра и уже поставить готовить но вот и все сегодня вечером мы покушаем чебуреки виталий говорит давай чебуреки говорю ну давай чебуреки хорошо в общем чебуреки пока обжаривается лук сейчас помою перцы быстро накручу аджику ну а чеснок и зелень что что у меня осталось у меня пойдет фарш на чебуреки девочки это стручковый маленький перец острый девочки даже вот эту дольку не буду добавлять потому что ухо на ядреная все достаточно девочки вот получается на килограмм перца вот столько аджики много не буду делать это и так много потому что я еще хочу сделать с грецким орехом уже и фарш у меня на чебуреки готов всего только остается на делать чебуреки я фарш делаю полусырым но потому что чебуреки как-то быстро жарится и мне постоянно кажется что они внутри мясо недоготовая а я не могу есть как бы такой сыроватой мясом меня сразу тошнит поэтому у меня фарш полусырой все посолила поперчила чесночок лук зелень в общем все как положено чтобы было вкусненько но и и и и Продолжение следует... Такое с мясом, такое классное. А ты не хочешь оставить соленое пару кусочков, нет? Хочешь копченое? Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok